Так уж сложилось, что большую часть времени я пользовался клаватурой на своем ноутбуке И даже привык ее к короткому ходу, отчего возвращаться на механику было больно, неудобно и сложно Хоть я снова привык к стандартному ходу клавиш механики, но, будучи есть, меня до сих пор привлекают низкопрофильные решения И вот в поисках чего-то нового и интересного в рынке клаватур я узнал, что и механики вдруг массово начали делать лоу-профильными То Кулер Мастер представили свои модели, то Даки прямо на СС-2018 анонсировали свою Блэйд Эйр, но до сих пор ее не выпустили И ко всем прочим потянулись также Тесора со своих Грамм Икс Эс И вот после Кулер Мастер свой вариант показали еще и Корсер, с которой у меня естественные связи, как и с Кулер Мастер А потому и решил взглянуть, что это за покемон такой, запросив клаватуру как у Кулер Мастер, так и у Корсар Если впечатления от Кулер Мастер оказались спорными, то Корсар... Что ж, а вот с этого мета давайте поподробнее Но перед тем, как мы начнем, небольшая реклама Подкасты, рассуждения, истории жизни, обзоры и все это с приятным монтажом, интересной подачей и без лишней воды Всем привет, я Вова, автор этого канала Я не буду призвать вас насиловать кнопку подписки, проявлять сумасшедшую активность под видео Давайте вы просто посмотрите, хорошо? Всем привет, вы на канале Вольдемаром Мегафон, и как всегда я, Вова Давайте сегодня поговорим об одной из немногих мастборд-клантуры, которая стоит вашего внимания На вопрос, кому она нужна, вы сможете найти ответ к концу данного видео Потому, если интересно, то досмотрите данное видео до конца Сейчас мне нужна ваша помощь Давайте поиграем с алгоритмами Ютуба и посмотрим, как это сработает Поговариваю, что Ютуб продвигает те видео, после которых люди поставили лайк, написали комментарий по теме видео, а также подписались и жмятели колокольчик со всеми уведомлениями Вам не сложно, а мне поможет развиваться и выбивать больше интересных девайсов для обзоров Спасибо, если вы уже сделали это Присаживайтесь к палубне и заваривайте себе чай И приятного аппетита тем, кто уже это сделал Минимализм это определенно не про корсаров Максимализм, максимализм абсолютно везде В железе, в корпусах, в девайсах и вот даже в упаковке клавиатура Пёстрая, яркая, с использованием разных шрифтов, а вот комплектация не вот уж прям была очень богатой Сама клавиатура Дополнительно серебристые эргономичные кикапы с наклоном под мобой и FPS игры WSD для шутеров и QRDF для геймеров моба До сих пор пластиковый пуллер, подставка бот-запястья и макулатура Внешне, если смотреть сверху, то лоу-профиль модель будет сложно отличить от стандартной K70 Как пример, та же Strafe Silent выглядит абсолютно так же Расположение мультимедийных кнопок, их высота, количество и дизайн клавиатуры все идентично Но вот если наклониться, то увидим, что она уже не так проста По сравнению со стандартной моделью, это выглядит как-то более плоско и тем самым элегантно Хотя доклав с ножничным механизмом все еще далеко Абсолютно все кикапы тоньше от стандартной, по меньшей мере в два раза Плюс свечи здесь тоже ниже И вот все это выливается в то, что общая эргономика клатура куда интереснее И корсар не были бы корсаром, если бы не остались сюда три функциональные кнопки слева, пять кнопок справа и валик регулировки громкости Первые три отвечают за смену профиля, включение и выключение подсветки, а также регулировку яркости Ну и справа мультимедийные кнопки по большей мере работающие с скачанными файлами Хотя поговоришь, есть расширения для браузеров, которые исправляют эту ситуацию Если знаете такие, то напишите в них в комментариях Кстати о кикапах, тут они хоть и в стиле мастборда, то есть тонкие с гравировкой Но пересев все киши 130, я понял, что в них есть то, чего не хватало кулер мастер А именно эргономичности Каждая клавиша слегка утоплена так, чтобы повторять изгиб пальца Так, чтобы каждую клавишу можно было отличить друг от друга Не в обиду кулер мастер, но из-за нахождения кикапов на одном уровне у меня была куча бескликов Ощущалось это все как просто одна сплошная доска А не как клатура, созданная для набора большого количества текста Напротив, этими кикапами приятно пользоваться как из-за их покрытия, так и из-за эргономичности А из-за высоты кикапов выливается еще и несколько изменений в эргономичности Я не раз пользовался клавами с подставкой под запястье Я пользовался К-70, я пользовался Стрейк, я пробовал Орнату, я пробовал Хрома и покупал себе отдельную подставку Но из-за высоты и хода клавиш, лично мне она только мешала, и мне было дискомфортно Хотя подставка сделана как раз таки для того, чтобы было все наоборот И вот только было профильной модели, я не смог вот так вот взять и убрать эту подставку Именно в этой клавиатуре подставка наоборот, немного это повысило удобство использования Ко всему прочему, из-за низкого профиля кикапов и свечей Даже мультимедийными клавишами стало куда удобнее пользоваться Они находятся на одном с клавишами уровнем, а не чуть ниже, как это было с обычной МК-2 Стрейф И вот запрашивая обеих компаний Калатур, я и у тех, и у тех спросил на Черри МХ Ред Лоу Профиль Ибо именно Реды среди в Черри мне больше всего нравятся Но в итоге вышло, что в Кулер Мастере были только Реды, ибо не отправ на другие свечи А Косар прислали на своих эксклюзивных Черри МХ Пит Силер Лоу Профиль И как хорошо, что вышло именно так Потому что, насколько вы знаете, Реды мне не зашли среди лоу профильных Мне они показались слишком тугими, где-то на уровне Блэков А вот Сильверы как раз таки показались на уровне Редов Обычных Но при этом более мягкий, и сам звук значительно тише Именно из-за хода клавиш, который короче над 0,8 мм И что самое интересное, стабилизаторы у Лоу Профиля тоже претиспели изменений Если в Стрейф Сайлент именно из-за стаба все было не вот уж прям тихое То как раз таки в Лоу Профиль все клавиши одинаково тихо звучат Что не может не радовать Стрейф Сайлент Типа Похожьем Похожьем С Амин Ram поухож donner Пос некоторых Н toim В С Пол om Продолжение следует... 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 Продолжение следует...